Салют Победы 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 Сергея Захаров и так далее то есть звезды первой величины нашей российской эстрады которые едут к нам в город едут на этот фестиваль они понимают вот такую вот значимость этого фестиваля и они вот как гости как члены жюри еще или сами исполняют или везут с собой команду как в этом году например Юрий Маликов руководитель ВИО Самоцветы будет вести программу нашего вечера заключительного Со своим коллекцией он видит самоцветы. Кто еще будет в жюри в этом году? В этом году будет лауреат национальной премии овации, поэт-песник Александр Шаганов. Все его знают по песням группы Любе. И член жюри, даже, можно сказать, председатель жюри, заслуженный деятель искусств России, композитор, главный дирижер оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий. Человек, который, действительно, оказывает большую поддержку нашему фестивалю и, действительно, болеет душой за него, чтобы, действительно, как-то у нас это все было на высоте. И, действительно, вот таких фестивалей, их немного в России, их всего три. И поэтому, ну, не так просто. Вы сейчас знаете, даже у нас время трудное и очень замечательно, что, действительно, сейчас приезжают исполнители, как-то находят себе возможности, силы. Вот, но, и знаете, вот за эти годы уже Рязань как-то на себя зарекомендовала. И, если мы раньше, у нас статус был фестиваля межрегиональный, в этом году статус стал выше, стал всероссийским. И плюс, значит, в этом году, с этого года, начиная, нашим медийным спонсором, нашим информационным партнером стала телекомпания ОТР, общественное телевидение России, город Москва, которые вот 8 апреля приедут сюда, съемочная группа, к нам в Рязань, будут снимать открытие фестиваля. И затем будут готовить репортаж вот о ходе фестиваля, о галоконцерте, о награждении. То есть, все это еще можно будет познакомить, вот, творчество, вот, работу нашего фестиваля, так сказать, и впечатление о нашем фестивале увидит еще вся Россия по каналу ОТР. Давайте расскажем немного об истории фестиваля. Фестиваль рожден еще в 99-м году. Вот, расскажите, какие основные моменты были за жизнь фестиваля? Ну, знаете, начиная вот, достаточно скромно. То есть, мало приезжали, то есть, приезжали несколько военных коллективов, были, так сказать, наши десантники. Но у нас есть постоянные участники, например, те же самые крылья пехоты наши, да, крылатая пехота, которая стала лауреатом. И действительно, вот многие артисты, например, вот Никита Осин, Антон Минаев, которые, вот, уже известные имена, это вот наши, так сказать, в нашей культурной жизни, да, они вот получили какую-то вот свою ступеньку развития, вот свою именутую славу именно на нашем фестивале. И я думаю, что вот каждый фестиваль, он дает возможность новым голосам как-то заявить о себе, показать себя. И это шаг на пути их дальнейших успехов. А фестиваль, вот мы говорили уже, что за прошедшие годы действительно члены жюри, вот председатель жюри, вот самые, так сказать, самые известные люди были, так сказать, вот нашей культуры. Я думаю, что вот и в дальнейшем также мы рассчитываем на поддержку со стороны ведущих мастеров культуры нашего фестиваля. Я вижу, вы пришли не с пустыми руками, что вы принесли, расскажите нашим зрителям. Ну, вот у нас всегда, каждый год почти у нас меняются члены жюри, вот это интересно, потому что, да, ну, чтобы как бы не было застоя, потому что всегда новый взгляд, это очень здорово. И мы каждый год меняем еще и призы. Ну, вот в этом году вот эти призы, они сделаны в Германии. Конечно, они красивые, действительно, и они соответствуют вот идее фестиваля, вот это и салют, это и богиня победы Ника, то есть здесь соединение, вот, он достаточно оригинальный, то есть таких призов больше ни у кого нет. Я думаю, что любой победитель, так сказать, с удовольствием поставит этот приз и будет на него любоваться, вспоминать об этом фестивале. Ну, и, как всегда, у нас Гран-при, вот, тоже достаточно, так сказать, вот такая вот ценная награда, потому что, ну, надо потрудиться, знаете, это не так просто завоевать эти награды. И потом, я не сказал, что эти награды, да, легко отдаются. Это стоит очень многих, так сказать, усилий, действительно, подготовки и таланта, вот, и я думаю, что эти призы достойные исполнители получат. Фестиваль крупный, масштабный. Расскажите, вы, как организатор, какую цель ставите, вот, делая такой сложный конкурс? Ну, во-первых, этот фестиваль открывает вот цикл мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Вот это каждый год, вот, в начале апреля мы проводим сначала вот этот фестиваль, и затем уже идут все мероприятия городские, вот, как бы мы вот таким вот громко заявляем о том, как мы относимся к победе. А сам фестиваль, ну, вы понимаете, вот, история России, она, как бы, отражается еще вот в культуре, вот, в песнях. И когда мы слушаем патриотическую песню, перед нами вот эти вот все самые значимые события, которые проходят вот в жизни страны, в жизни нашего государства, в жизни людей, вот, они все в песнях. Но, тем более, ну, это еще в красивой стихотворной форме, плюс это положено на музыку, то есть это очень такое яркое восприятие. Вот, и я думаю, что, ну, всегда патриотизм он был, как бы, приветствовали его, вот, а тем более, когда это все через исполнителей, через молодых исполнителей. Здесь связь еще поколений, когда у нас в зале и ветераны присутствуют, у нас в зале и старшеклассники, и курсанты, вы понимаете? И вот эта вот, как бы, историческая память, которая переходит от одного поколения к другому, ну, это многого стоит. Вот, я думаю, что цели фестиваля, как раз, наверное, все-таки это наше сплочение, это связь поколений, и это все равно преклонение перед тем героическим прошлым нашей страны, вот, которое мы всегда вот чувствуем, что это все, это у нас в крови. Александр Иванович, еще раз в конце, вот, как можно рязанцам попасть на фестиваль? Вот на открытие 8 апреля в 12 часов Дворец культуры Привокский, вход свободный, на все прослушания конкурсные, которые идут вот с 2 часов, также 8 и с 11 утра 9, вход свободный. Но, к сожалению, вот филармонию на закрытие, на галоконцерт фестиваля, вход только по пригласительным билетам. И моя мечта, чтобы вот следующие фестивали у нас проходили на открытом воздухе, на стадионе, когда все желающие, вот, сколько все хотите, всем можно прийти на стадион и насладиться действительно вот этим прекрасным фестивалем, проникнуться этой прекрасной идеей, услышать этих замечательных исполнителей. Вот это мечта, но я надеюсь, что вот это все сбудется. Конечно, сбудется. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что гостем сегодняшней студии стал Александр Шульженко, директор Дворца культуры Привокский. Мы приглашаем всех рязанцев на конкурс-фестиваль патриотической песни «Салют Победы». До новых встреч в эфире. До свидания.